Вечером вернувшись, нашли на месте собственного дома воронку, в которой испарились жена, дети, родители. И вот это уже не человек, а волк, который будет рвать столько, сколько будет жить. А жить он будет долго, ибо ему, он не ценит собственную жизнь, ему не нужна. Ему не нужны деньги, ему не нужны ордена, ему вообще ничего не надо. У него есть только одно, месть. Именно Бэтмен будет жить долго. Обозреватели издания Strategy Page напоминают, в конце 2020 года шведский парламент проголосовал за увеличение расходов на оборону на 40% в течение следующих пяти лет. К 2025 году ежегодные расходы на оборону составят 11 миллиардов долларов. Это самый большой рост с 1950-х годов, который означает, что Свеция осознала, Россия снова представляет собой серьезную угрозу, константирует автор и статьи. Многие шведские армейские подразделения, расформированные за последние два десятилетия, возрождаются. Будут закуплены новые военные корабли и боевые самолеты, а также новое вооружение для сухопутных войск. Как отмечают американские аналитики, Швеция еще до окончания Холодной войны начала демонтаж своих грозных вооруженных сил времен Второй мировой войны. Внушительный военный потенциал начал сокращаться еще в 1980-х годах, а затем Стокгольм и вовсе заморозил оборонный бюджет. К тому же, план предусматривал сокращение на 30% пехотных подразделений и половины танкового парка. На протяжении всей Холодной войны Швеция активно готовилась к возможному нападению со стороны России. Эти опасения сошли на нет в 1991 году с распадом Советского Союза, но в 2008 году угроза вернулась и с тех пор только возрастает. Это привело к фундаментальному сдвигу в отношении Швеции к военным расходам и обороне. Также Стокгольм максимально сблизился с НАТО, пишут обозреватели американского портала. Соседи Швеции и некоторые другие европейские страны действуют аналогичным образом, сконцентрировавшись на российской угрозе, отмечается в статье. В качестве примера авторы приводят небольшую даню, которая, даже будучи членом НАТО, ищет способы повысить свою безопасность перед лицом растущей российской агрессии. Другие скандинавские страны, такие как Финляндия и Норвегия, также перевооружаются и ищут союзников против Москвы, константируют американские аналитики. Авторы публикации даже предположили, что НАТО может принять Финляндию из Швеции в свои ряды. Никто не ожидал этого. После распада Советского Союза в 1991 году последовало беспрецедентное сокращение вооруженных сил советской эпохи, сетует обозреватель Strategy Page. Авторы статьи с возмущением отмечают, что несмотря на то, что в количественном отношении вооруженные силы Российской Федерации не вернулись к советским показателям, русские стремятся модернизировать то, что у них есть, и действуют так, как будто Россия остается сверхвержавой. Плохие старые времена вернулись, и соседи должны быть готовы, приходят к неутешительным выводам аналитики американского портала. А что думают зрители канала ТОП-Арми по этому поводу? Не забывайте делиться своим мнением в комментариях под видео, ну и также подписываться на канал. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!